Что хочет Баррель от Азербайджана? Зульф Угаров. Вопросы между Арменией и Азербайджаном будут решаться путем переговоров. Но озвучивание такого заявления Джазепом Баррелом, когда процесс еще не был завершен, честно говоря, не совсем понятно. Об этом Аксар. Эйзи заявил бывший министр иностранных дел Азербайджана Тафиль Зульф Угаров, необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, выдвинутые Верховным представителем Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом комиссии с Джазефом Баррелем во время пресс-конференции по итогам заседания Совета по международным отношениям 22 января 2024 года. Бывший министр назвал шаг Барреля лицемерным. Отсюда следует, что они еще до Баку и Еревана определили для себя границы или признали варианты, предложенные Пашиняном. Заявление Барреля нелогично, не имеет юридической основы и является пропагандой. Фактически они хотят показать Армении, что готовы поддержать ее позицию. Для введения санкций против нашей страны должны быть серьезные основания и доказательства. Но их нет. О какой территориальной целостности говорит Баррель? Конституция Армении и акт о независимости явно содержат территориальные претензии как к Азербайджану, так и к Турции. Но как они это объяснят? Сама Армения до сих пор говорит о картах 1975-1991 годов. То есть не столе нет результатов. Как только результат будет получен, то уже можно будет встать не чьей-то стороне. Призывать к дискуссиям и говорить о возможности посягательства на территориальную целостность Армении лицемерно. Отметим, что в ходе пресс-конференции, посвященной выводам Совета по международным отношениям, Жозеп Баррель выразила беспокоенность претензиями Азербайджана к армянским территориям и призвал стороны вернуться к переговорам. В то же время он назвал неприемлемыми любые случаи нарушения территориальной целостности Армении и подчеркнул, что это будет иметь серьезные последствия для отношений Азербайджан-ЕС.